Всех приветствую, друзья, на моем канале. Сегодня у меня вот такой вот Huawei Honor 8X, кодовое название телефона GSN L21. Приходится гуглить постоянно, чтобы посмотреть, что за модель. Сейчас только все не запомнишь. Включаю сепаратор. Шикарное качество, конечно, дисплея стали делать. Расхерачил клиент. Две камеры. Итак, ставлю на сепаратор. Снимаем крышку. Ни разу не разбиралась, что это модель. Вообще, сейчас редко снимаю ролики. Как вы уже заметили, много работы с системными платами, поэтому редко получается. Постараюсь, конечно, выкладывать больше. Короче, как получится. Принесли мне два телефона. Вот этот Huawei и вот этот Xiaomi. Сейчас мы поменяем дисплей и там, и там. Два дисплейных модуля. Не знаю, какая цена. Клиент принес мне вместе с модулями уже. Это на Huawei. И этот на второй. Я думаю, порядка 20 евро стоит вот этот. Ну, этот подороже. Соответственно, не знаю, какая цена. Посмотрите. На Ali, либо на eBay. Я думаю, около 30-40 евро этот дисплейный модуль будет стоить. Ну, с заменой там, я думаю, евро 70-80 можно взять. Так, сепаратор нагрелся. У меня 52 градуса. Разогреваю до 100, как обычно. С этим мы снимем второй ролик. Даже не знаю, что это за модель тоже. MAE 136. Я надеюсь, это кодовое название. Тут написано по-китайски. Скорее всего, да, это модель. MAE 136. Да. Да, вот они у нас. Кому интересно, может загуглить. Сажать будем, полагаю, на клей. Либо вот на этот, либо вот на этот. Разницу я в них не вижу. Этот немного погуще. Е8000. Вот. Ну и маленький тюбик. Поудобнее работать. Удобнее наносить клей. Пипетка у него такая же, в принципе, по толщине. Просто с маленьким удобнее работать. А так, качество, в принципе, будет все то же самое. Сделал я ремонт у себя в сервисе небольшой. Поменял некоторые, поменял паяльник, поменял компьютер, поменял некоторые аппараты, инструменты. Как-нибудь сниму ролик. Так, итак, 90 градусов на сепараторе. Маловато для снятия крышки. Давайте попробуем. Доставим лоток. Больше здесь у нас ничего нету. Единственный инструмент, который я не поменял, у меня остался еще с тех времен, когда я только начинал снимать ролики, это вот эта лопата. Отходит. Телефон пока еще не выключил. Здесь нужно быть аккуратным. Тут находится шлейф отпечатка где-то. Сам еще не знаю где, поэтому сильно глубоко под крышку карточку пластиковую не засовываем, чтобы случайно не обрезать шлейф. Постараюсь, пытаюсь заглянуть туда. Там шлейф согнутый, как обычно в Huawei. Правильно, конечно, ребята сделали. В отличие от Samsung, где шлейф прямой. Его можно запросто оборвать здесь. Здесь он вот такой вот. Легко снялась крышка. Как видите, не повредил двойной скотч. Даже больше на силиконовую ленту похожа, чем на скотч. Обратно на него уже налепим. Возможно добавим клей. А, я что-то поломал. Вот тут заглушка стоит. Здесь нужно снимать полностью все. Давайте тогда отключим телефон. Можно отсюда его вытащить в разъем. С разъемом, я имею ввиду, не вижу необходимости. Давайте разбирать. Конструкция позволяет. Пошли другие винты, вот уже вижу. Старайтесь не касаться камер, дабы не оставлять отпечатки на линзах. Да, вот уже другие винты пошли. Такие глянцевого черного цвета. Неплохо было бы не перепутать. Здесь у нас то же самое. Конструктивная, конечно, отличается. Отвлекли меня от работы. Сейчас закрывать дверь, когда снимаю ролики. Неплохо было бы. Вот они. Винты. Винты все. Здесь три и здесь четыре. У нас получается усилистого цвета. Они короче, вот эти длинные глянцевые. Они у нас получаются. Здесь просто нужно запомнить. Так. Так. Здесь, я так понимаю, задняя рамка у нас, судя по всему, на клею еще. Пытаюсь. Да, такой же точно скотч, как и крышка. Телефон водонепроницаемый. Но водонепроницаемость придется забить. То есть, после разборки телефона, конечно, уже герметичности речи быть не может. Нет, если, конечно, купить кит специальный проклеивающий скотч и все это заново проклеивать. Я думаю, никто этим заниматься не будет. Нужно просто предупредить клиента, что герметичность телефона нарушена. Ага, судя по всему, имеет какую-то степень защиты. Влагозащиты надо будет посчитать. Отстегиваю отпечаток. Вот так она выглядит. Виброзвонок тут у нас остался на рамке задней. Так, камера вылезла. Пока я разбирал телефон, по-моему, он опять включился. Да, я нажал на кнопку включения, когда мы снимали рамку. Отключаем опять. Отстегиваем батарею. Давайте подстегнем новый дисплей. Включаем. Хорошие качества. 103 031 503 если это код сейчас мы уйдем 031 500 031 503 хорошего качества конечно дисплей ничего не скажет очень чувствительный отключаем отключаем батарею так и давайте подумаем как будем клеить шлейф у нас идет судя по всему под батареей сейчас нужно аккуратно снять батарею для того чтобы аккуратно снять нужно понять насколько крепко она вообще приклеена к корпусу давайте просто без нагрева попробуем ее соединить если почувствуем что мы уже чувствуем что это не просто так давайте будем греть не вижу здесь никаких окончаний чтобы можно было вытянуть жгуты если они вообще там есть да просто так она не вылазит ставлю на сепаратор дисплей вниз ну и за один нагрев постараемся снять батарею и дисплейный модуль поставлю на паузу и так снимаем прогрели на сепараторе у меня 100 градусов полегче пошла батарея суем пластик тоже небезопасное дело шлейф дисплея там еще один шлейф нижнего модуля давайте попробуем не хочется сильно сгибать батарею но по-другому никак так можно конечно же залить специальную волшебную жидкость я не очень люблю работать с ними на как видите никаких жгутов здесь нету батарею просто не вытянешь как на айфоне поэтому пришлось ее вот так вот загнуть страшного в этом еще нету вот он шлейф дисплея о чем я говорил да вот так вот карточкой можно повредить к счастью он нам не нужно поэтому обратите на это внимание давайте поставим на сепаратор пока я вынимал батарея он подостыл батарея в норме дисплей клиенту надо будет вернуть многие почему-то клиенты сейчас просят дисплей сломанный вернуть им знаю для чего они нужны не знаю для чего они нужны так поднагрели немного я думаю не составит труда его вытащить учитывая конструкцию поднагрели Довольно просто снимается. Все проклеено на новом, возможно даже оригинальный девайс. Сразу снимаем вот эту металлическую защиту. Прокладка. Друзья, она настолько тонкая, что я даже не знаю, нужно ли ее переносить. Все. Больше нам здесь ничего не нужно. Снимаем стекла. Снимаем. 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 Давайте пройдемся по периметру. Обезжирим изопропиловым спиртом. Сейчас у нас полно пыли. Аккуратно с передней камеры. не оставляйте на ней вообще ничего не отпечатка даже вот такой ватной палочки могут остаться следы и поэтому очень аккуратно так клеить будем дисплейный модуль вот сюда по периметру нам нужно будет аккуратно внести тонкий слой клея потому что ну сюда будет проблематично проще нанести на дисплейный модуль давайте все-таки попробуем е8000 а 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 застегиваем отпечаток аккуратно собираем и все остальные черного Субтитры сделал DimaTorzok Так и вверх собираем Субтитры сделал DimaTorzok С винтами в порядок Давайте теперь не серьезно будет клеить на тот же скотч Давайте таким же образом нанесем аккуратно Тонким слоем Так и вверх собираем Ничего у нас тут не повылазило Как видите, все нормально получилось Сейчас мы поставим на зажимы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот в общем-то и все Такая вот несложная замена Довольно хорошего, качественного, дорогого телефона Потом, когда все подсохнет, можем по периметру пройтись Я под микроскопом Я под микроскопом Секунду, амигу Под микроскопом обрезаю Вот допустим, у меня здесь маленькая-маленькая капля вырезала Сухую ее обрезаю Ну и так по периметру и получается все очень аккуратно Всем спасибо за внимание, друзья Я Дов Оставайтесь на линии